Нестандартное решение. Дональд Трамп предложил вооружить американских учителей, чтобы не допустить новых резонансных преступлений в школах. Сработает ли этот план, разбирался Дмитрий Анопченко. В Вашингтоне снова протесты. Шумные, яркие, масштабные. Только повод для них уже не политический. Люди требуют ввести ограничения на продажу оружия и не допустить повторения трагедий, таких как расстрел в Лас-Вегасе и во флоридской школе. Но одних только слов сочувствия уже мало. От президента ждут конкретных решений. И здесь, в Белом доме, на встрече, куда пригласили и тех, кто выжил во время недавней атаки во Флориде, и родственников погибших школьников, Дональд Трамп озвучил свой новый план. Он прост. Дать преподавателям оружие. Каждому пятому, мол, ни один преступник в школу не сунется, если точно будет знать, что по нему сразу же ответный огонь откроют. Это было бы, скажем так, скрытое ношение, когда учитель имел бы при себе оружие. Они бы проходили специальную подготовку. Были бы там, в школе, чтобы не оставалось больше свободных от оружия зон, которые хороши лишь для маньяков. Но Гонзон – территория свободная от оружия. Идея Обамы, которую установил. В школу никто, ни преподаватели, ни охрана, ни родители со стволом зайти не могут. Тут незачем. Трамп видит решение по-другому. В классах арсенал сделать, преподавателей научить стрелять, бывших военных и отставных полицейских вооружить и набрать в охрану. Услышанное разделило Америку. Пол страны двумя руками за. Мол, трагедии, такие, как сейчас во Флориде, в считанные минуты происходят. И пока полиция доедет, все уже случилось. А так ответ будет мгновенным. А другая половина уверяет, все только хуже станет. Ну, как пожилой учитель истории откроет огонь на поражение. Как учитель филологии будет от преступника отстреливаться, даже если ей вместе с классным журналом и дадут на урок пистолет или винтовку. А вот что не вызывает споров, так это запрет приспособлений для скорострельного огня, таких как это. Именно их во время резонансного преступления последнего времени стрелок из Лас-Вегаса использовал. Когда с верхнего этажа отеля открыл огонь по людям. А еще глава государства, который во время избирательной кампании выступал категорически против любых оружейных ограничений, призвал Конгресс усилить проверки покупателей огнестрельного оружия. Сейчас они поверхностные и часто дают сбои, как было неоднократно. В случае с массовыми расстрелами, когда убийцам, по идее, не должны были, но все равно продавали те же винтовки. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Инициатива Трампа уже заработала. Во флоридском городке, где недавно произошел массовый расстрел, шериф приказал полицейским в школах взять на дежурство пистолеты. А вот вооружат ли учителей, теперь непонятно. После волны возмущений Трамп уже успел написать несколько твитов. Сначала отказался от своих слов, что предлагал вооружать педагогов, а после, что школы без оружия – магнит для негодяев. Что все это значит, в Белом доме еще не объяснили.